Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Сказал в своем послании Владимир Путин, следует отметить, что в рамках реализации региональной программы модернизации школьных систем образования в Карачева-Черкесии на 2022-2026 годы, а в прошлом году в регионе, проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению 21 школы, сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Республики. Напомним, в Карачева-Черкесии за 12 лет построили порядка 20 школ и свыше 55 детских садов. Строится школа в селе Учкикен на 960 мест. Ветераны МВД Карачева-Черкесии собрали и доставили очередной гуманитарный груз военнослужащим в Мариуполь. Предметы первой необходимости и продукты питания. Мы находимся на связи с бойцами, командирами подразделений, поэтому мы понимаем, какие потребности есть у наших солдат. Везем то, о чем попросили ребята, рассказали ветераны. Средство для подготовки гуманитарного конвоя собирает сама ветеранская организация МВД по республике. Уже в третий раз Северо-Восточный федеральный университет проводит федеральную олимпиаду, а в этом году по 45 языкам, диалектам и наречиям. И впервые в нее включили и языки народов Карачева-Черкесии. КЧГУ имени Умара Алиева стал площадкой для заключительного этапа олимпиады по родным языкам и литературам народов России для учащихся 8-11 классов. О федеральной олимпиаде и какие преимущества для школьников-победителей дают диплом победителя при поступлении в ВУЗы России в репортаже Аллы Динаевой. Победители отборочного тура первой всероссийской олимпиады по родным языкам сегодня участники финала. Их и учителей с утра во дворе университета встречают песнями народов республики и горячим чаем из самовара. Позавчера подошла учительница и сказала, что меня приняли и что пришла заявка, что я поеду туда. И подруге тоже пришла. И мы готовились. Мероприятие началось в актовом зале. Школьников приветствовал проректор по молодёжной политике и воспитательной работе Расул Динаев, который предложил окунуться в мир КЧГУ при помощи видеороликов. Продемонстрировали процесс обучения, научный потенциал и достижение ВУЗа в различных сферах. Для каждого народа родной язык – это основа его идентичности, культурного достоинства и самовыражения, подчеркнул руководитель ВУЗа Таусултан Узденов приветствия участников олимпиады. Это не просто акция, привлечение внимания и просветительская акция. Очень важно, что по результатам этого диктанта, это статусное мероприятие, по результатам этого диктанта победители и номинанты могут рассчитывать на определенные преференции при поступлении не только на родные языки, но на все гуманитарные направления почти во всех ВУЗах Российской Федерации. То есть, в зависимости от того, как успешно они будут участвовать в этом диктанте, им будут добавляться дополнительные баллы при поступлении на гуманитарное направление большинству ВУЗов Российской Федерации. Ответственный за проведение олимпиады директор Центра по исследованию языков народов республики Сергей Пазов. Он проинструктировал школьников и дал советы и практические рекомендации. Для федеральной олимпиады Кычагу организовал площадки для абазинского и нагайского, русского, карачаево-балкарского и кабардино-черкесского языков, для участия в которой финалисты приехали со всех школ Карачаева-Черкесии. Из Хабецкого района прибыло 30 учащихся. Первый этап тоже я не скажу, что был легкий, но раз дети прошли, пали в списки уже прошедших этот тур, значит они неплохо подготовленные. К счастью, они владеют своим языком, грамматикой и так далее. Поэтому мы очень надеемся, что они и себя не подведут, и нас не подведут, что мы гордо с поднятой головой выйдем из этого финального тура. А из четырех школ Ногайского района в Кычагу приехали 14 старшеклассников. Очень переживаю за деток, всех деток, не только за своих, за всех деток Ногайского района, которых привезли. Очень переживаю. Дай Бог, чтобы они выиграли. И мы радовались их достижениям. Дети, около часа, сейчас уже прошло, довольно спокойно, как положено, им объяснили, проинструктировали, как надо себя вести. Сидяк, работают. Мы посмотрим, впереди еще время. Результаты Федеральной Олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России станут известны во второй половине марта и будут действительны в течение четырех лет. Аладинаева, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Сейчас прогноз погоды на завтра от Синоптиков. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. В горах местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4 плюс 1 в горах до 9 градусов мороза, а днем до плюс 15 и местами плюс 3 плюс 8. В Черкесске без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1, а днем 11-13 градусов тепла. Сегодня свой юбилей отмечает один из самых авторитетных тележурналистов, чье имя вписано в историю национальной журналистики. Речь идет о Георгии Константиновиче Чикалове, которому исполнилось 60 лет. Он прошел путь от скромного корреспондента, стоявшего у истоков республиканского национального телевидения до руководителя регионального филиала ВГТРК, ГТРК «Карачаева-Черкесия». Репортаж. Фатима Дауровой. Георгий Константинович Чикалов в профессии уже 40 лет. 18 из них он отдал телевидению. Путь телевизионного репортера, ведущего и аналитика Георгий Константинович начал в 1993 году, когда пришел на только что образованную студию телевидения ГТРК «Карачаева-Черкесия». За время работы на ТВ он вернул к жизни десятки забытых имен, рассказал о многих неизвестных страницах нашей истории, раскрыл личностные и творческие грани многочисленных героев своих передач. С началом национального вещания Георгий Константинович становится автором и ведущим программ на абазинском языке. Первый телевизионный журналист, вещающий с экрана на одном из самых сложных языков мира, был принят публикой на ура. Абазинская аудитория с нетерпением ждала эфировой передач, рассказывающих о жизни простых людей, о том, какие события происходят в республике. Я помню первую передачу, которую я готовил. Тогда мы снимать уже было чем, но монтировать ещё не было на чём. И мы снимали монтажно. В голове уже какой-то сценарий существует. Вот здесь я должен что-то сказать, значит, нужен вот такой видеоряд. Здесь у меня человек должен говорить, вот сейчас человек оставим, берём у него интервью. Ну вот так мы работали. Венцом телевизионной карьеры Георгия Чекалова стала руководящая должность директора родной студии телевидения. Очень твёрдое убеждение в том, что имя Георгия Чекалова в какой-то момент стало именем нарицательным. Потому что Георгий – это честь, это совесть, это ум, это безусловный авторитет и удивительная природная скромность. И вот обладая всем этим, он 30 с лишним лет назад стал абсолютным лидером в нашей тогда ещё очень молодой компании. Любовь к словесности ему привила классная руководительница, учитель русского языка и литературы Айшат Ибрагимовна Байрамукова. Руки учителя, которые так часто держали мел и своим каллиграфическим почерком выводили тексты на доске, сейчас с любовью перебирают старые чёрно-белые фотографии своего первого класса. Среди них и отличник, единственный медалист не только в классе, но и первый золотой медалист в истории кубинской школы, герой нашего сюжета. И недаром я на последнем этапе написала слова Фёдора Зержинского «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет, высшее счастье для человека, какое он только может достигнуть». Вот он и достиг, и, наверное, многим он является примером. К своему 60-летнему юбилею Георгий Константинович подходит философски, как к непогоде, которая всегда сменяется теплом и солнцем. Это просто повод подвести итоги и шагнуть дальше. И благодаря Всевышнему есть с кем делать эти шаги. Самые близкие люди и семья рядом. Настоящие друзья всегда подставят плечо, а позитивный настрой и вера в красивое будущее – залог ощущения полноты счастья. «Продолжать жить и продолжать что-то, пытаться делать что-то полезное. Часто ко мне обращаются люди, надо то, надо это. Стараюсь идти навстречу, чем-то помочь. Есть работа, здесь стараюсь быть чем-то полезным». Фатима Даурова, Фатима Хунова, Олег Молхожев, Ринат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. И последнее. 6 марта в период времени 10.43-10.44 будет проведена проверка оповещения населения при передаче сигналов в эфир. Сигнал будет передан путем кратковременного прерывания телевещания на отдельных телеканалах речевым сообщением на фоне логотипа МЧС России. «Внимание! Внимание! Проверка системы оповещения». Управление гражданской обороны и чрезвычайной ситуации просит граждан республики сохранять спокойствие. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Анна Медиум». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова